Не дня без скандальных подробностей о новой концессии в Кишиневском аэропорту. Оказывается, передача торговых площадей французскому арендатору обсуждалась еще в апреле прошлого года. То есть до того, как государство принудительно вернуло аэропорт в свое управление. Об этом сообщил блогер Евгений Лукьянюк. В распоряжении блогера Еуджена Лукьянюка оказалось вот это письмо, датированное 4 апреля 2023 года. Адресат правительства, отправитель, французская фирма Лагардер Тревел Ритейл. В письме зарубежная компания рассказывает о своем опыте торговли в международных аэропортах и о своих планах в Кишиневе. Французам интересны магазины дьюти-фри, рестораны и кафе на территории Молдавского аэропорта. Но главная фирма Лагардер Тревел Ритейл ссылается на некие обсуждения, которые были сделаны еще до отправки официального письма. Министр инфраструктуры Андрей Спын убьет в отказ. Французскую фирму не знаю, с ними никогда не разговаривал. У меня нет никаких дел с этой компанией. Я говорю это четко. Я никогда не встречался с представителями этой компании. Я не знаю, кто они такие, где у них офис и так далее. Я никогда с ними не разговаривал ни по телефону, ни по интернету. Правда, интернет помнит и другие заявления Спыну. В ноябре прошлого года он обещал, что скоро в аэропорт приедет солидная французская компания. Вы увидите, что скоро в Кишинев приедет французская фирма, чтобы посетить аэропорт и посмотреть, как там идут дела. То есть это процесс, в котором мы, с одной стороны, как государство управляем аэропортом, а с другой хотим найти решение на длительный срок. И письмо, опубликованное блогером Лукьяником, и прошлогоднее заявление, сделанное Андреем Спыну, непрозрачно намекают, что будущий арендатор торговых площадей в Кишиневском аэропорту может быть заранее известен. А как же тендер? Ведь чтобы не было подозрений в коррупции, его победитель должен определиться в честной борьбе. С тендером, кстати, тоже не все просто. По его условиям, претенденты на коммерческие площади в аэропорту должны иметь 7-летний опыт работы в сфере торговли и опыт деятельности как минимум в 10 международных европейских аэропортах с годовым пассажиропотоком более 2,5 миллионов человек. Аналитики полагают, что столь жесткие критерии были прописаны под конкретную фирму. Но в агентстве публичной собственности эти подозрения провергли. А вот у румынской прокуратуры к французской компании есть вопросы. Как писали СМИ, в связи с выигрышем компании «Лагардер» тендера по аренде коммерческих помещений в аэропорту «Аттапен» было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, конкуренты были отсеяны еще на стадии подачи заявок на участие в конкурсе. В Молдове же пока отсеиваются ключевые фигуры из руководства Кишиневского аэропорта. Спыну сказал вчера вечером в эфире «Про ТВ», что все комментирующие тендер в аэропорту проплачены шором. Пусть тогда он объяснит нам, почему назначенные им люди в аэропорту массово уходят в отставку накануне тендера. После директора аэропорта Константина Вазиана подала в отставку и Екатерина Штефан, ответственная за организацию этого тендера. Это паранойя ПДС о том, что всем, кто разоблачает их схемы, платит шор или Москва, точно их погубит.